Каждый день приносит научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Почему меняется климат? Наступит ли климатический апокалипсис? И смогут ли люди спастись? Рост стихийных бедствий по нашей даже стране каждый год увеличивается количество на 5-7%. Запретная археология. Откуда нашим предкам были известны технологии, не уступающие современным? Даже сейчас ещё они представляют из себя некие электромагнитные машины, которые создают и ток, может быть, слабенький, но он идёт. Зачем наши предки строили подземные города? Эти подземные города строились заранее жителями для того, чтобы спастись в них от каких-то катаклизмов космического масштаба. Почему древние люди были гораздо умнее, чем мы? Вот учёные просто не только удивляются, а просто снимают шляпу, например, астрономии Майя, к календарям и основанным на наблюдениях планеты Венеры, например. И почему некоторые учёные не хотят этого признавать? Понимаете, если мы с этим согласимся, тогда вся история и вся вообще концепция мироздания будет совсем другая. Климат на планете стремительно меняется. Много лет климатологи утверждали, что процесс этот неизбежен, но изменения будут занимать сотни, а то и тысячи лет, так что живущим сегодня беспокоиться не о чем. Но о том, что с общепризнанной теорией что-то не так, учёные начали шифтаться несколько лет назад. Причина тому проста – погода за окном. Она категорически не вписывается в научную теорию. На календаре поздняя осень, а в московском ботаническом саду недавно распустились тюльпаны. Если так пойдёт и дальше, наша земля изменится до неузнаваемости уже в ближайшие годы. Посмотрите на эти кадры. Сегодня так выглядят улицы Москвы. Вместо привычных для ноября морозов и снега – зелёная трава и тёплые грибные дожди. Столбики термометров уже третью неделю показывают плюсовую температуру. А синоптики постоянно сообщают о новых температурных рекордах. Поразительно. Но в последний раз так тепло в Москве было почти сто лет назад. В 1922 году. Похожая ситуация и во многих других городах нашей необъятной страны. Посмотрите. Это кадры из Кемерово. В ноябре столбик термометра обычно опускается там до минус десяти. А высота сугробов уже достигает нескольких метров. Но этой осенью даже в этом сибирском городе аномально тепло. А в Свердловской области, посмотрите. Из-за аномальных температур животные никак не могут впасть в спячку. В Бурятии дачники готовятся собирать новый урожай смородины и малины. А в Воронеже счастливые огородники срезают распустившиеся тюльпаны. Даже синоптики заговорили о том, что климат преподнес нам очередной сюрприз и поменял сезоны местами. Вместо законной осени в России будто наступила вторая весна. Особенность этого года в том еще, то есть предыстория, что у нас была аномальная для этих мест зима снежная и очень поздняя весна. В Европе тоже сплошные климатические аномалии. Посмотрите, один из самых мощных ураганов за всю историю метеонаблюдений, которому синоптики дали имя Святой Иуда, прошелся по Англии, Франции, Германии, Дании, Нидерландам, нарушив там транспортное сообщение и оставив без крова сотни людей. Климатологи уверяют, что все эти катаклизмы – свидетельство изменений климата на Земле. Если внимательно изучить статистику катаклизмов, то выясняется тревожный факт. Оказывается, на Земле число ураганов, землетрясений, извержений вулканов и наводнений действительно увеличилось. Причем в несколько раз. Мало того, в последние годы все эти катаклизмы становятся все более разрушительными. Вот так выглядели всего несколько дней назад Филиппины, после того, как по центральной части страны прошелся супер-тайфун Хайян. От него пострадало почти 12 миллионов человек, из которых 4,5 тысячи погибли. По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре тайфуна только представьте – достигала 105 метров в секунду или 360 километров в час. В результате этого катаклизма разрушены сотни тысяч домов, и многие филиппинцы остались без крова. Взгляните. Вот так совсем еще недавно выглядел Дальний Восток. Там было подтоплено почти 130 населенных пунктов. Ущерб от наводнения превысил 30 миллиардов рублей. Однако убытки и разрушения на территории России трудно сопоставить с тем, что в те же дни происходило в Китае, где весь северо-восток страны превратился в сплошную зону бедствия. Жертв и разрушений было столько, что власти Китая даже скрывали истинные размеры трагедии. Сегодня известно лишь, что по меньшей мере 200 человек погибли, разрушены были более 60 тысяч домов. Самое печальное, говорят ученые, такие потопы из аномальных могут превратиться в обычные. Причем наводнения будут, скорее всего, грозить не только Дальнему Востоку, Китаю и прибрежным странам. Непогода постепенно охватит всю нашу планету. Климат меняется. И это изменение климата, начали его фиксировать достаточно сильные изменения. Вот эти изменения климатические, они датируются, ну, в общем-то, где-то, наверное, с 60-х годов прошлого века. То есть вот уже на протяжении этого промежутка времени идет изменение климата. Идет постепенное возрастание температуры, изменяется режим осадков. Вот так пару месяцев назад выглядело Тихоокеанское побережье Мексики, когда на страну обрушилось сразу два урагана, погрузившие под воду сотни домов. А это кадры из американского штата Колорадо. Несколько недель назад там случилось небывалое наводнение, вызванное сильнейшими ливнями. Впервые за десятки лет тревога особой степени недавно была объявлена и в трех префектурах Японии. Все из-за небывалого тайфуна Маньи. Взгляните, как он двигался вдоль японского архипелага на северо-восток со скоростью 55 км в час, набирая силу. Пока на Дальнем Востоке, в Китае, Японии, Мексике ливни смывали крупные города, на другом конце света люди тоже страдали от обильных осадков. Правда, их не топило, а засыпало снегом. Вот эти заснеженные поля и дети, играющие в снежки, сняты не в Альпах или Норвегии, как может показаться с первого взгляда. Это Южная Африка. Этим летом на улицах Кейптауна, столицы ЮАР, появились настоящие сугробы. А спустя месяц морозы ударили совсем по другому континенту – Южной Америке. Снег стал выпадать в Боливии, Перу и Чили, где температура опустилась до минус 20 градусов. Ученые утверждают, эти случаи говорят об одном – климат на планете стремительно меняется. И такие вот потопы и ураганы, землетрясения, извержения вулканов и погодные аномалии в ближайшие годы будут повторяться все чаще. Рост стихийных бедствий по нашей даже стране каждый год увеличивается количество на 5-7%. Это отмечено. И также эти количества стихийных бедствий возрастают и по северному полушарию. И это тоже связано с изменением климата. И поэтому мы видим вот такие стихийные бедствия, связанные с льнявыми паводками, с выходом мощных циклонов, ураганов, тайфунов. Пытаясь ответить на вопрос, что в нашей жизни организовано не так и почему, нас с таким маниакальным упорством преследуют катаклизмы и массовые трагедии, некоторые ученые выдвигают оригинальную гипотезу. По их мнению, много тысячелетий назад древнее человечество пошло по неправильному пути развития. И за это теперь расплачивается. Колесо, порох, ядерный реактор. Древний человек пошел по пути развития технического прогресса. Но, оказывается, был и другой путь. Развитие биологических способностей и собственных мозгов. Если бы история двинулась по этому пути, утверждают ученые, человек разумный, может быть, и не знал бы сегодня двигателя внутреннего сгорания. Зато с легкостью предсказывал бы магнитные бури и засуги. Землетрясение и цунами, опасность за углом и, быть может, даже свое будущее. Наши далекие предки тоже попадали под удар стихийных бедствий и разрушительных катаклизмов. Но удивительно то, что представители древних цивилизаций научились предсказывать надвигающиеся бедствия. Это позволяло им заранее эвакуироваться в безопасное место и спасаться там от ударов стихии. Эти древние руины находятся на севере Гватемалы. Много веков назад на этом месте была построена настоящая жемчужина племени майя. Загадочный и величественный город Тикаль с гигантскими храмами и пирамидами. Которые и сегодня возвышаются над тремучими джунглями. Раскопки этого древнего города длятся уже пару веков. Но до сих пор археологи не могут ответить на главный вопрос. Куда делись все его жители? Дело в том, что когда первые колонизаторы добрались до Тикаля, оказалось, что город заброшен. При этом все постройки, жилища, храмы, административные здания и дворцы были в идеальном состоянии. Создавалось впечатление, что все жители этого города просто взяли и ушли, захватив с собой только самое необходимое. И это удивительно. Ведь по подсчетам археологов, численность населения в этом городе достигала почти 200 тысяч человек. Почему же древние майя однажды покинули город Тикань? Что заставило их эвакуироваться? Человечество жило в Золотом Витке. Что это означает? В человечестве не было проблем с пищей, питьем, жильем, климатом. Ни с чем. Почему? Потому что они были, люди тогда шли, подобны богам и общались с природой. Не на языке условных терминов. Даже языка-то, может, не было. Они природу ощущали... Этих внезапно брошенных мест, как город Тикань или остров Пасхи, на нашей планете на самом деле очень много. Точного ответа на вопрос, почему люди бросали все нажитое и уходили, куда глаза глядят, у археологов нет. Однако некоторые исследователи выдвигают осторожные предположения. Возможно, наши предки умели предсказывать надвигающиеся катаклизмы. Потому и внезапно покидали свои пристанища. Но как много столетий назад люди могли опережать удары стихии? Кто и как предупреждал о надвигающихся катастрофах? Ведь у наших далеких предков не было ни сейсмических станций, ни метеоспутников. В это сложно поверить. Но по версии некоторых ученых, древние цивилизации обладали знаниями, о которых современное человечество узнало лишь пару столетий назад с развитием науки и техники. Понимаете, есть очень много достижений древних, которые современные открытием археологи не могли признать, потому что они показывали слишком высокий уровень древнего человека. И до сих пор с этим никак не хотят согласиться. Понимаете, если мы с этим согласимся, тогда вся история и вся вообще концепция мироздания будет совсем другая. В качестве доказательства такой гипотезы эксперты приводят сенсационную находку, обнаруженную на острове Мальта. Когда-то жители этого острова тоже таинственно исчезли. По одной из версий, которая долгое время считалась неубедительной, они узнали о надвигающейся катастрофе и успели эвакуироваться. Эта версия, которой серьезные археологи относились скептически, получила новые доказательства в 1902 году. Тогда, совершенно случайно, во время проведения земляных работ буквально откопали гигантское подземное сооружение с таинственными лабиринтами и галереями, уходящими на много уровней вниз. Подземные сооружения и так далее, можно говорить о том, что не представляют уже, даже сейчас еще не представляют из себя некие электромагнитные машины, которые создают и ток, может быть слабенький, но он идет, источник этого ток фактически из Земли. Резонаторы, то есть здесь имеют место инфразвуковые волны, работают как антенны, как приемники очень высокочастотных излучений, которые, может быть, из космоса идут. Они до сих пор как-то работают. Позже эту находку назовут халсофлиене или гипогей. Вот она, посмотрите. В это трудно поверить, но уникальное подземное сооружение было построено почти 6 тысячелетий назад, то есть задолго до египетских пирамид. Исследуя его, ученые пытались понять, зачем древние люди потратили столько усилий и времени на строительство. Ответа на этот вопрос не было до тех пор, пока исследователи не предположили практически невероятную вещь. Многоуровневые тоннели и лабиринты – нечто вроде древнейшей сейсмической станции. Это многоуровневые системы подземных проходов, которые тянутся с одной стороны по одной горизонтали в виде проходов, часто очень крестообразных, проходов, которые образуют систему крестов вот таких вот больших. И либо полога в одних местах, в других круто, спускаются буквально вертикальные шахты вниз. Подземные лабиринты на Мальте, выдолбленные 6 тысяч лет назад, состоят из нескольких уровней и около 40 помещений. Эти лабиринты уходят так глубоко вниз, что ученые даже не успели полностью их изучить. Но самое удивительное – подземный храм представляет собой запутанную систему залов и ловушек, некоторые из которых, возможно, ведут к центру Земли. Музейные работники острова Мальты говорят, что в начале 50-х этот загадочный тоннель осыпался и по распоряжению правительства камеру со входом наглухо замуровали. Поэтому исследовать эти бесконечные лабиринты современными средствами сегодня, к сожалению, невозможно. Однако даже без дополнительных обследований ученые уверены, что вся эта сложная архитектура служила для того, чтобы вовремя уловить малейшие колебания почвы, звуки надвигающихся гигантских волн, свист несущегося к острову Урагама. Это помогало вычислить, откуда движется беда и как скоро придет. А через специальную акустическую систему в подземных камерах древние ученые предупреждали мальтийцев о срочной эвакуации с острова. Эти подземные города строились заранее жителями для того, чтобы спастись в них от каких-то катаклизмов космического масштаба, в результате которых Земля превращалась в необитаемую планету и жить на поверхности было невозможно. Недавно французские археологи совместно со специалистами НАСА провели исследование поверхности нашей Земли, прямо из космоса. В результате удалось обнаружить сеть никому неизвестных подземных городов и тоннелей, простирающихся на тысячи километров. Такие тоннели даже есть в Алтайском крае, на Урале и в Перми. Но самое удивительное, даже первичный осмотр показал, что эти тоннели созданы в очень твердых скальных породах. Причем выглядят они так, как будто бы их не выдолбливали, а выплавляли каким-то неизвестным прибором. Существуют точки зрения, и я читал работы, что считают, что их как-то даже не прорубали наиболее древние, а проплавляли с помощью какой-то непонятной нам техники. И в Южной Америке такие вроде бы встречали, и на Кавказе встречали, что как бы покрыто каким-то тонким слоем таких стекловатых диопсидового стекла, то есть по технологии, которая неизвестна сейчас. Скорее всего, до современного человечества на Земле существовала какая-то другая цивилизация, которая после глобальной катастрофы могла переселиться под землю. Такими пещерами, подземными городами буквально пронизан весь южноамериканский континент. То есть они протягиваются от Венесуэлы, от Колумбии, через Перу до Чили. Такие, вот опять я переписываюсь с американскими геологами, такие сооружения в большом количестве встречаются и под Южной Америкой. И даже, как мне написали, в них проводят секретные эксперименты американские военные, что якобы в этих пещерах живут какие-то прежние обитатели Земли, и они с ними проводят эксперименты. Но это совершенно закрытые данные. О какой таинственной цивилизации, говорят некоторые историки, точного ответа пока нет. Однако поразительно другое. Антропологи и биологи утверждают, древние люди действительно могли быть более чуткими, чем мы с вами. А потому, возможно, умели заранее определять приближение цунами и землетрясений, высчитывать момент падения метеоритов и наступления глобальных катаклизмов. Об этом свидетельствуют десятки примеров, когда руины древних поселений ясно указывают на катастрофу, а среди развалин нет ни одной косточки несчастной жертвы, словно все люди спокойно ушли заранее, оставив на растерзание стихии свои жилища. Что же позволяло древнему человеку быть порой умнее нас сегодняшнего? В 2004 году американский спутник Эконос-2 обнаружил 13 новых астрономических сооружений в Египте, Камбодже, Мексике, Чили, Великобритании и США. Поначалу ученые думали, что все они хаотично разбросаны по странам и континентам. Но потом неожиданно выяснилось, все эти сооружения построены будто по единому плану. Ученых поразила не только схожесть уникальных сооружений, но и их геометрическая правильность. И такое впечатление, что именно со стороны было подано на всю Землю вот это большое количество точек и большое количество расположений в одной какой-то определенной системе. То есть если посмотреть Южную Америку, посмотреть уже саму Африку, посмотреть Стоунхендж, посмотреть Аркаим, все как бы в одной какой-то определенной системе. Как правило, все древние обсерватории представляли собой конструкции из вертикально врытых столбов, расположенных в центре или по краю искусственно насыпанных курганов. При строительстве таких комплексов использовалось от 6 до 14 астрономически ориентированных линий. По ним столбы соединялись, образовывая стороны треугольников. Если посмотреть на палеоастрономические строения из космоса, то можно увидеть либо круг, либо пирамиду. Кроме того, монументальные сооружения удивительно точно ориентированы на одни и те же точки. Спутниковые и археологические данные показывают. Это точки восходов и заходов Солнца в дни солнцестояний и равноденствий. Точки восходов и заходов низкой и высокой Луны. Вы знаете, в древнем мире, в частности, например, из Китая, то у них в одном из, скажем, их трактатов было написано, что те, кто по какой-то причине вдруг прозевали затмение Солнца, они были наказнены за это. Потому что это очень большое и серьезное отношение было к таким вещам. То есть они знали, что в какие-то определенные моменты, для чего и нужны были эти обсерватории – просчитать. Просчитать, значит, во-первых, точки равноденствий. Совсем недавно ученые сделали еще одно потрясающее открытие. Древние, казалось бы, примитивные сооружения – это не только обсерватории, но и первые научно-вычислительные машины. Невероятно. Но с их помощью древние люди могли просчитывать вселенские катастрофы. И в свое время, кажется, в Англии, сейчас не помню точно, на компьютере было просчитано, а что ж такое вообще тот самый Стонкинш. Оказалось, что это мощнейшая система, и система, которую может еще и очень серьезно вычислять. Потому что это тот самый, может быть, компьютер, которому даже себе не можем представить, что это можно так сделать. Возможно, древние люди тысячелетиями тщательно изучали и фиксировали множество фактов и событий, связанных с небесными телами. Когда был накоплен большой объем информации, они начали перестраивать обсерваторию, расположив камни, плиты и углубления так, что лучи Солнца и полной Луны стали предсказывать будущие вселенские катастрофы. Вот ученые просто не только удивляются, а просто снимают шляпу, например, астрономии Майя, календарям и основанным на наблюдениях планеты Венеры, например. Это же очень важно. Это неожиданно даже было для европейских ученых, для европейской науки. Поэтому вот эти познания, они были достаточны для того, чтобы строить обсерваторию. Более того, гораздо более древней, чем мы можем себе представить. Кроме обсерваторий, у древних народов было еще одно технологическое средство предупреждения. В разных странах, на разных континентах и в разное время велось строительство идентичных гигантских сооружений. Они похожи снаружи и архитектурно повторяются внутри. Вы удивитесь, но речь идет о пирамидах. Многие современные археологи уверены, что пирамиды долгое время считали гробницами древних правителей по ошибке. Исследуя гигантские усыпальницы, ученые все чаще приходят к выводу, что их назначение служить не мертвым, а живым. Самые известные пирамиды, конечно, египетские. Согласно официальной версии, они были построены 4,5 тысячи лет назад и были усыпальницами трех параонов. Однако, исследуя пирамиды, археологи обнаружили множество узких тоннелей и подземных галерей непонятного предназначения. Прокиснуть в эти лабиринты телы умершего фараона было просто невозможно. Тогда зачем их строили? А это пирамида солнца в мексиканском городе Теотиуакане. Под ней существует подземный проход длиной 103 метра. Он ведет в искусственную пещеру, состоящую из четырех камер около 28 метров в окружности. В этих пустотах обнаружены изделия из сланца и зеркала. А еще в пирамиде солнца между двумя верхними уровнями нашли 7-сантиметровый слой слюды, причем особого сорта. Ее строители добывали за 3000 километров от этого места и несли тяжелую поклажу на стройку. Эксперты считают, такие усилия нужны были явно не для красоты. Вот эти камеры, которые в некоторых случаях облицованы слюдой, в некоторых случаях состоят из гранита, в некоторых случаях включают материалы, насыщенные кварцем. Все это так или иначе связано с электромагнетизмом, с магнитными электрическими свойствами определенных пород, которые иногда в ряде случаев доставлялись к месту этого строительства за тысячи километров, за сотни километров, хотя вроде рядом тут можно было какие-то другие предметы найти, материалы. Все это говорит о том, что они построены не случайно. Специалисты полагают, такое устройство говорит о неком преобразователе энергии. Да и само слово «пирамидас» с древнегреческого переводится как «огонь» или «энергия посередине». Возможно, в этих гигантских сооружениях были установлены специальные устройства, работающие на радиоактивных элементах. Они действовали как контрольно-измерительный комплекс и следили за сейсмологической ситуацией на Земле. Они находятся в энергетически симметричных точках планеты и создают, как были создавали в свое время, единую систему передачи энергии. Передачи от Земли куда-то, друг к другу. Или передачи космической энергии, которую они улавливали в Землю. Они были регуляторами, регуляторами, фактически равновесия земной тверди. Эта версия подтверждается с помощью проекции карт расположения пирамид на границе литосферных плит Земли. Это удивительно, но многие пирамиды будто намеренно возведены вблизи геологических разломов. Ученые уверены, что таким образом с помощью древних гигантских сооружений контролировались опасные процессы в недрах Земли. И не только в отдельных регионах. Оказывается, под контролем была вся наша планета. Ведь не надо забывать, что литосферные плиты двигаются. Медленно, иногда катастрофически. Но они плавают. Они не привязаны, так сказать, точно к какой-то конкретному положению. А пирамиды стоят друг относительно друга с одинаковым шагом, примерно по одной широте. Это означает, что в свое время, когда-то, очень давно, в другую, может быть, даже геологическую эпоху, они были выстроены здесь для того, чтобы не так литосферные плиты ходили. Не такие землетрясения бы они вызывали. Не так бы регулировалась энергетика планеты в целом. Ученые предупреждают, в ближайшем будущем Землю ждут разрушительные катаклизмы. Возможно ли их предсказать, чтобы подготовиться? Оказывается, возможно. Недавно ученые пришли к выводу, что незадолго до наступления катаклизма окружающее нас пространство начинает вибрировать. И эту вибрацию можно зафиксировать. Существует так называемая частота Шумана, или резонанс Шумана. Это волна, исходящая от планеты, подобно сердцебиении. У ритма Земли есть своя частота. Ученые вычислили, она равна 7,83 герд. И ее легко улавливают животные и змеи. Но доступен ли этот дар нам с вами? Это сеанс телекинеза. Советский парапсихолог Нинель Кулагина силой мысли передвигает небольшие предметы. Спичечный коробок и рюмку, накрытую колпаком. Причем все это происходит под наблюдением видных советских ученых, академиков РАН и сотрудников НИИ мозга человека. Чтобы понять, откуда у Кулагиной необычные способности, ученые изучали ее мозг. Сейчас вы видите снимок энцефалограммы Нинель Кулагиной. Изображение мозга в профиле. Удивительно, но источники энергии в мозгу формируются в одной зоне, тогда как у обычного человека эти белые точки расположены хаотично. Впоследствии эту зону стали называть эпифизом. Его размер не больше горошина, и расположен он в глубине мозга между полушариями. И в силу того, что он очень мал по размерам, его вес не превышает нескольких микрограмм, и достаточно глубоко расположен, он самым последним подвергся прицельному изучению и исследованию. Долгое время действительно эта железа оставалась малоизуточной, поэтому загадочной. По мнению специалистов, с помощью эпифиза люди могут не только передвигать предметы, но и читать мысли на расстояние и даже предвидеть будущее. Поэтому неофициально эту зону мозга называют третьим глазом. Можно отчасти считать эпифиз третьим глазом, хотя бесспорно никакого способности видеть, так как это делают наши правые и левые глаза, эпифиз не имеет. Надо сказать, что долгое время разговоры о мифическом третьем глазе были исключительно у белом фантастов. Пока однажды ученые, к своему удивлению, не обнаружили в человеческом мозге участок, действительно отвечающий за так называемое предчувствие. К великому сожалению, этот участок мозга у современного человека оказался довольно в запущенном состоянии, как аппендикс, который за ненадобностью удаляет, когда он начинает беспокоить. А ведь без аппендикса много тысяч лет назад трудно было представить пищеварительную систему древнего человека. Последние медицинские исследования показали, закладка эпифиза происходит у двухмесячного плода, и по строению он напоминает реальный глаз с фоторецепторами и нервными клетками. И мало того, он еще, так сказать, на некой ножке такой связан с нервами, и формируется уже некое подобие третьего глаза, реальная сфера с хрусталиком, с нервными окончаниями, даже есть некие прообразы колбочек, некоторых, так сказать, светоучислительных элементов, которые существуют у нас в глазу, в реальном глазу. Уже у родившегося малыша третий глаз опускается вниз. А когда человек взрослеет, эпифиз перестает развиваться, и способности мозга к телепатии и телекинезу затухают, но не исчезают совсем. Недавно ученые заметили, что эта маленькая железа весом меньше полуграмма двигается и реагирует на свет. А значит, третий глаз работает. Надо его только разбудить. Мы приходим к выводу, что эти способности, в принципе, присущи каждому человеку. И они проявляются как свойства сознания. У некоторых они могут проявиться случайным образом в некоторых экстремальных условиях. У других они проявляются с детства. И в дальнейшем человеками обладающие обнаруживают, что он немножко не такой, как все. Думаю, что разгадка тайн эпифиза это лишь вопрос времени. Но ученые обещают, что когда это произойдет, на планете начнется новая эра. Люди смогут читать мысли на расстоянии, двигать предметы силой мысли, угадывать будущее. Не знаю, правда, станут ли люди от этого счастливее. Исследования ученых доказывают, что не только человек является счастливым обладателем внутреннего глаза. Он есть почти у всех живых существ. Именно благодаря эпифизу животные могут лечить себя сами, а главное – предчувствовать беду. Вот вам пример. В 2004 году цунами, обрушившийся на страны Юго-Восточной Азии, погубило около 300 тысяч человек. Но при этом число погибших животных было совсем ничтожно. Невероятно. Но реакция живых существ на приближающуюся природную катастрофу известна давно. Есть определенные работы, которые показывают, за счет чего они могут узнавать о приближающихся катастрофах, каких-то изменениях внешней среды. Для чего им это? Но ответ абсолютно можно дать точный, потому что понятно, что в отличие от нас с вами, каждое животное, суть его, собственно, состоит в выживании. Оно живет постоянно и должно реагировать на все изменения внешней среды таким образом, чтобы, ну я так не повоюсь этого громкого слова, не быть уничтоженным. Удивительно, но в 1975 году в Китае, накануне бедствия, на поверхность земли вылезли змеи, что зимой выглядело довольно странно. И тогда было принято беспрецедентное решение об эвакуации города Хайчинь. И хотя выглядело это довольно странно, сейсмические станции никакой активности в недрах земли не зарегистрировали. Всего через несколько дней город был буквально стерт с лица земли восьмибальным землетрясением. В истории сейсмологии оно стало единственным, которое удалось предсказать и спасти жизни почти полумиллионному населению. Уникальность этого прогноза в том, что построен он был с помощью наблюдений за живыми биодетекторами. Есть очень последний вот тоже интересный момент, который был связан с тем, что животное предсказывает землетрясение. Очень долго пытались понять, что они улавливают. Они улавливают некоторые электромагнитные колебания, они улавливают некоторую там дрожь земли, они улавливают еще нечто витающее в воздухе. Даже возникал такой термин, фактор тревожности. История показывает, животные способны предвидеть не только землетрясения и цунами. Известны случаи, когда братья наши меньшие покидали долины, предчувствуя сходы лавин. А во время Второй мировой войны в преддверии воздушных бомбардировок кошки нередко спасали своих хозяев. Получается, что животные отлично слышат и улавливают на большом расстоянии опасные вибрации. Они чувствуют даже малейшие изменения в атмосферном давлении. Главная особенность – способность читать предостережения природы. Это и помогает им вовремя спастись в безопасных местах. Этого не умеет современный человек. Но исследователи уверены, что наши предки не хуже зверей могли предчувствовать катаклизмы и катастрофы. Ученые утверждают, что на заре эволюции человек тоже обладал такими возможностями. Развиться такая способность у наших предков могла из-за несовершенства среды обитания. Чтобы выжить, они должны были предвидеть опасность. Но в процессе эволюции это качество притупилось. Сегодня лишь единицам удается разбудить свои сверхспособности, подаренные природой. Но такие люди все еще есть. На этих кадрах – лама Даши и Тигела. В начале 20 века он был главой буддистов России и славился среди верующих неземным происхождением. По словам очевидцев, Итигелов умел мгновенно перемещаться в пространстве. Как только за ним закрывали дверь, он тотчас оказывался за километр от нее. По легенде, однажды он даже проскакал на коне по поверхности Белого озера. В 1927 году великий лама умер и завещал поднять свое тело из могилы через 75 лет. В июне 2002 года воля ламы была исполнена. Судмедэксперты, присутствующие на эксгумации, были потрясены. У ламы были все признаки живого человека. Мягкая кожа без следов гниения, подвижные пальцы рук и локтевые суставы, сохранились нос, уши и глаза. На исследования специалисты взяли волосы, частички кожи и ногтевых пластин ламы. В течение нескольких месяцев в лабораториях проводились все возможные виды анализов. Результат шокировал всех. Лама Итигелов жив. Самое большое, конечно, удивление было, когда провели исследование инфракрасной спектрометрии, и оказалось, что органическая составляющая тела хамба ламы Итигелова не претерпела никаких изменений. То есть имеет все прижизненные характеристики. Лама Итигелов дышит, его сердце бьется. Однако внешних признаков жизни он не подает. За те 8 лет, что прошли после его эксгумации, он ничего не ел и не пил. Но как человек, который ничем не питается, может жить? И не просто жить, а даже участвовать в службах буддиста. На таких мероприятиях Итигелов даже потеет. В тот момент, когда он принимает участие в службе, он очень сильно потеет. На самом деле мы несколько раз просто вытираем, это крупные капли, которые текут, одежда мокрая. Но вот самое удивительное, опять же, надо понять, как он обратно влагу набирает. По мнению ученых, состояние ламы – обычный анабиоз. Это что-то вроде глубокого сна. Но удивительно то, что до него это состояние не было присуще человеку. Раньше такое состояние ученые наблюдали только у микроорганизмов. Они впадают в анабиоз во время экологических катастроф. Сильный мороз или жара, высокое давление, высокая радиация. Но как только условия жизни меняются, они снова оживают. Но если микробы впадают в анабиоз в связи с погодными условиями, то в случае с ламой все наоборот. Не его организм управляет им, а он управляет своим организмом. Он по собственной воле принял это состояние. Перед смертью он собрал своих учеников и приказал читать молитву благопожелания усопшим. Он впал в глубокий транс и ушел из жизни. И запрограммировал себя на то, что когда-то проснется. В основе этого лежит самовнушение. И классические методы самовнушения, аутогенная тренировка, ее различные модификации, внушение в гипнозе, его различные модификации, они как раз и направлены на выработку определенных навыков, если для человека повышение его саморегулятивных возможностей. То, что сила самовнушения работает, доказали еще в прошлом веке. В медицине даже появилось понятие – эффект плацебо. Его открыл Генри Битчер. Он работал анестезиологом в полевом госпитале во время Второй мировой войны. После очередного боя поступило много раненых, а у Генри закончился морфин для обезболивания. Чтобы хоть как-то успокоить пациента перед операцией в качестве обезболивающего, он втолол ему простой солевой раствор. И это подействовало. Раненый перенес сложнейшую операцию так, будто получил реальную дозу анестезии. Ученые до сих пор до конца не раскрыли секрет эффекта плацебо. Если это удастся сделать, то человек, наверное, сможет приказывать своему организму все, что угодно. Были проведены специальные исследования, я могу об этом теперь говорить, и они показывают, что наличие выраженных экстрадинарных способностей у простых обычных людей, у них эти способности присутствуют. Потому что именно они позволяют им легче адаптироваться, переносить стрессовые нагрузки, переносить экстремальные состояния. Эта возможность человеческого организма заинтересовала военно. В лабораториях ведутся исследования процесса самовнушения. Ведь такое открытие позволит создать практически непобедимую армию. Солдаты смогут приказать своему телу не чувствовать голод и жажду, чтобы не брать в далекие переходы запасы еды и воды. Они смогут приказать себе не уставать и совершать марш-бросок в сотни километров, без отдыха и сна. Они даже смогут с помощью мысли греть свой организм в 40-градусные морозы. Уже сегодня есть люди, которые умеют это делать. Это горы Гималая. 2000 метров над землей и температура воздуха минус 20 градусов по Цельсию. А эти люди, сидящие на снегу, монахи Тумо. Они годами тренируются в снежных горах. Чтобы нагреть тело, они учатся правильно двигаться, дышать и с помощью медитации достигать транса. В этом состоянии они могут приказать своему организму нагреться до определенной температуры и пребывать на холоде часами. Установлено, что происходят изменения биохимии крови. И есть ряд существенных изменений. Собственно говоря, это укладывается в ряд теорий. Например, существует теория старения Дильмана или теория больших часов, больших биологических часов. Так вот, эта теория, этой методикой, техникой подтверждается, что да, старение замедляется. Но, в общем-то, требуется еще дополнительное исследование для того, чтобы расширить вот это все. На сегодняшний день исследований ученых недостаточно, чтобы понять, как научить человека управлять своим организмом. Но известно, что наши предки с этим без особых проблем справлялись. Мало того, чем дальше движется археология, тем больше ученых начинают считать, что человечество – это деградировавшее потомство древних, высоко развитых цивилизаций. Недавно в Лондоне на международную конференцию собрались археологи и ученые, которые занимаются древнейшими цивилизациями, и они пришли к удивительному выводу. Бывшие жители Земли порой обладали такими знаниями, о которых сегодня мы можем только мечтать. Каменные птицы, похожие на современные самолеты, на скальные чертижи космических кораблей, папирусы с детальными описаниями сложнейших хирургических операций. Вот этот ржавый механизм, как считают некоторые археологи, основное доказательство высокого развития наших предков. Посмотрите внимательно. Несмотря на то, что устройство провело на дне моря несколько столетий, видно, что это сложнейшее устройство из мельчайших деталей. Это антикитерский механизм. Он был найден рядом с маленьким островом в Эгейском море недалеко от Крита. Еще в 1901 году у побережья ныряльщики обнаружили античный корабль, затонувший в 1985 году до нашей эры. Кроме монет, посуды, оружия и двухметровой бронзовой статуи, этот корабль перевозил и антикитерский механизм, который на самом деле ничто иное, как самый настоящий древний компьютер. Это уникальное вычислительное устройство. Сначала исследователи решили, что его привезли с острова Родос, потому что там жил гениальный античный математик и астроном Гипарх Никейский. Если бы он был еще и инженером, то смог бы собрать такой механизм. Возможно, ему кто-то помогал. В 50-е годы 20 века британский археолог Дерек Прайс вплотную занялся изучением антикитерского механизма. Он подробно описал тонкие пластины и искусно изготовленные шестеренки, и даже сделал их точной копией. Затем ученый решил реконструировать древнее устройство. Проверив механизм в действии, доктор Прайс был потрясен. Оказалось, что механизм, созданный более 2000 лет назад, это не только подробный календарь, который показывал дни, недели, месяцы, годы, но и точнейшие устройства, способные определять местонахождение человека по движению светил. Более того, он действовал и как калькулятор. Кто, как и зачем собрал этот механизм? И почему человеческая цивилизация снова дошла до создания подобных устройств лишь в середине 20 века, когда появились первые ЭВР? После подробного изучения всех деталей, оказалось, что механизм был изготовлен раньше, чем мы полагали. То есть его собрали не позднее, чем за 150 лет до новой эры. Но никаких рукописей и чертежей не осталось. А вот еще одно доказательство того, что наши предки были гораздо умнее, чем мы о них думаем. Посмотрите на эти черепа. Они были обнаружены в 1966 году на территории Украины. Углеродный анализ дал результат. Обладатель этого черепа жил почти 10 тысячелетий назад. Но на лобной кости вот этого черепа есть отверстия, которые после многих исследований и анализов признали результатом операционного вмешательства. Получается, что за несколько тысячелетий до нашей эры на планете жили искусные хирурги. Сохранились черепа с круглыми отверстиями, которые свидетельствуют о том, что в древности умели делать трепанацию черепа. Причем они делали очень сложные операции, которые, в общем, тоже только вот современная медицина к этому относительно недавно в нашу новейшую историю к этому подошла. Невероятный артефакт со следами трепанации путешествовал по миру несколько десятилетий. Его изучали не только археологи, но и медики разных стран. Все они сделали заключение. Отверстие в черепе не было результатом травмы. Оно явно сделано при помощи острого хирургического инструмента. Мало того, операция прошла успешно. Человек после нее остался жив. Но этот человек жил почти 10 тысяч лет назад. Неужели еще не расставшись с палкой-копалкой, неандерталец взял в руки скальпель? И самое главное, откуда у древних людей взялись хирургические инструменты и навыки по проведению операций, которые в начале 21 века нашей эры считаются сложными? Что такое скальпель? Это просто кусок хорошо обработанного металла. Мы знаем, что древнейшие цивилизации обладали множеством технологий и посложнее. Заточить нож они могли. И более того, в индийских трактатах, например, описывается около 40 хирургических инструментов разного назначения. Но даже если эти черепа с дырами ошибочно приняты за свидетельство древних медицинских операций, то как же быть с другими странными находками? Например, с подвижными протезами, обнаруженными в Египте. Это очень филигранная и тонкая работа. Протезы делались из дерева, пропитывались специальными составами, чтобы дерево дольше не рассыхалось и не гнило. Часто их окрашивали под цвет кожи, чтобы они были менее заметны. Об этом мало кто знает, но один из первых образцов протезов был найден в Египте, в Луксоре, в захоронении, датированном 950 годом до нашей эры. Вот он. Это протез большого пальца ноги, сделанный специально для дочери жреца Табакетинмо. Он состоит из трех частей. Сам палец сделан из дерева, а двойная накладка на ступню – из кожи. Он крепился к ноге ремнями. Но самое удивительное, он не просто закрывал место потерянного пальца ради косметического эффекта. Этот протез был сделан с учетом эргономики движения. Судя по всему, он не только не мешал, но и помогал его обладательнице ходить. Конечно, это не было такой уж общей практикой в Египте. Если у человека не было, например, пальца, он жил без него. Когда он умирал, изготавливался декоративный протез, чтобы он вошел в царство мертвых без телесных недостатков. Только высокопоставленные люди могли изготовить себе такое чудо техники, как подвижный протез. Установить качество протеза удалось при проведении биомеханического тестирования. Самое невероятное оказалось, что современные протезы уступают этому пальцу табакитенмут в легкости и мягкости крепежа. Более того, именно такая конструкция сохраняла подвижность ступни. Она сделана так же, как протезы последнего поколения. Как людям за тысячу лет до нашей эры удалось создать столь совершенный протез? Специалисты уверены, знания древних о физиологии могли превосходить наши. Действительно, у аборигенов могут быть такие странные знания, как, допустим, представление о ДНК организме, кровеносной системе. Здесь действительно есть определенные, скажем, прорывы древних людей в тайное строение человеческого организма. То есть те тайны, к которым современная медицина подошла сравнить недавно, и мы до сих пор не понимаем, а как это могли усвоить древние. Но почему человечество потеряло все эти медицинские знания? Когда это произошло и как? Почему в средние века врачам приходилось заново открывать физиологию? Почему цепочка прервалась? Ведь ученым удалось установить, что в Древнем Египте были даже специально разработанные медицинские приборы. Посмотрите на этот древнеегипетский барельон. На нем изображен верховный правитель страны, фараон. И в руках он держит некие цилиндры. И таких изображений сотни. А это восстановленный фрагмент древнеегипетской статуи, установленной около Каирского музея. Руки фараона, в каждой из которых некий странный предмет. Здесь статуи. И там видно, что вот в двух руках, когда мы были в Египетском музее, в Каире, там очень многие держат вот такие вот две трубочки. Когда уже там альтернативные исследования начали проводить, выяснилось, что это жезлы горы, которые в древности тоже использовались для целительства. И для того, чтобы концентрировать в себе вот определенные силы человека. Практически на любой картинке фараон изображался с такими же цилиндрами в руках. Что это? Скорее всего, символы власти, считали археологи раньше. Тем более, что жрецы на египетских барельефах тоже не расстаются с такими же цилиндрами. Однако позднее, с появлением новых данных, стало очевидно. Тут не все так просто. Археологические раскопки подтвердили. Цилиндры не выполняют функции скипетра и державы. Они буквально должны были поддерживать жизненные силы. Они делаются из определенных металлов, и у них совершенно конкретное предназначение. Вот так, аккумулирование, накапливание этой силой и использование. То есть это можно как и оружие использовать, можно как инструмент медицины, помогать людям, можно там для накопления своей энергии. 1976 год. Советские археологи ищут в Закавказье следы скипской культуры, но находят совершенно неожиданный артефакт – древнеегипетский папирус. Когда его перевели, выяснилось, что находка оказалась действительно сенсационной, чего стоило только название его – «Тайны жизни и смерти». На полуистлевшем пергаменте была изложена информация о лунном и солнечном цилиндрах, тех самых таинственных предметах из рук фараонов, предназначение которых для ученых долгое время было загадкой. В трактате описывалось, что их оболочка изготавливается из цинка и меди. При этом описывал документы внутреннее наполнение этих цилиндров. Именно от него зависело, какой из двух цилиндров и как будет влиять на здоровье фараона. К сожалению, определить точно, что за вещества описывают древние лекари, неудобно. Но совершенно очевидно, в папирусе было указано – фараон мог излечить себя при помощи этих цилиндров. Он официально датируется 16 веком до нашей эры. Его, по-первых, назвать трудно. Это просто обрывок из двух листов, потому что многое осталось недописано. То есть такое впечатление, что человек, кто бы его не составлял, до конца какие-то причины подготовить нормальный документ, вот что-то ему не помешало. То, каким образом действовали на организм цилиндров фараона, пока установить так и не удалось. Одни исследователи считают, что сложно рассчитанный состав металлов действовал на биополе человека, регулируя давление, пульсы и другие жизненно важные функции организма. Другие уверены – цилиндры были неким электрическим устройством. Они работали как проводники тока. И эти слабые разряды могли направляться на точки тела, требующие стимуляции. То есть это было оборудование, подобное современному для физиопроцедур – древнеегипетский электрофарес. Если собрать в точности такой же цилиндр, как держали в руках фараоны, то его предназначение станет очевидным. Более того, он будет работать. И, судя по историческим папирусам, это действительно было электрическое приспособление для медицинских целей. Но самое удивительное – на территории Южной Европы началом медицинской практики возможно, скоро признают 30-е тысячелетие до нашей эры. Лишь несколько лет назад археологам удалось найти объекты, которые до сих пор остаются сенсацией в научном мире. Это Боснийская долина пирамид. Уже никто не ждал такой сенсации. Исследователи всего мира были убеждены – все пирамиды открыты. То, что профессор Семирос Манагич смог обнаружить эти пирамиды – чудо. Там сразу три пирамиды, как в Гизе, но их только начали раскапывать. Это видео снято с высоты птичьего полета недалеко от столицы Боснии и Сараева. Вдали поселок Весокое. Горы, поруши лесом. Местным жителям и в голову не приходило, что склон, где они запасают дрова на зиму, не обычная гора, а сложное строение. Раскопки здесь начались в 2006 году. И почти сразу же исследователям стало очевидно – перед ними строения – одни из самых древних из когда-либо найденных на Земле. Эти сооружения настолько старые, что успели порасти вековыми лесами. Это в корне может изменить взгляд на историю Европы и всего мира. Получается, что эта территория была заселена людьми минимум на 20 тысяч лет раньше, чем мы думали. Геомагнитное сканирование местности помогло выяснить. Этот холм – 220-метровая пирамида, спрятанная под слоем земли. По количеству почвы на ней около 80 сантиметров, археологи установили, когда этой пирамидой перестали пользоваться, и она пришла в запустение. Ее забросили около 30 тысяч лет назад. Там у нее получилось от полуметра до полутора. В среднем это где-то указывает именно на возраст около 12 тысяч лет. По крайней мере, 12 тысяч лет назад она еще функционировала, будем говорить. То есть эта технология более ранняя, на мой взгляд. И вполне возможно, что ей будет 30 тысяч лет этой технологии, как технологии. Пирамиды могли несколько тысяч лет отработать свой срок. Но самое удивительное для ученых открытие было сделано, когда они попытались пробраться внутрь пирамиды. Оказалось, что под ней прокопано множество взаимосвязанных тоннелей. И более того, эти тоннели помогли найти еще несколько пирамид, скрытых так же, как и самая большая из них под землей. Теперь археологи считают, что здесь 30-40 тысяч лет назад была целая долина пирамид. Вместе строение образовывали равнобедренный треугольник с длиной стороны 2200 метров. К 2013 году археологи откопали около 50% подземных коридоров. Так что версия о связи пирамид между собой пока не подтверждена. Пока рано делать какие-то выводы о том, как эти пирамиды связаны. Слишком мало материала. И самое ужасное, что сейчас, не зная в точности, как устроены все эти коридоры, археологи могут сделать новые ходы. Потом, может быть, сложно понять, какие тоннели были сделаны древними, а какие прокопали в 21 веке. При этом совершенно точно установлено, что состав воздуха в коридорах под боснийской пирамидой очень странный. Он невероятно сильно насыщен отрицательно заряженными частицами кислорода. Вот этот аппарат люстра Чижевского был специально создан для лечебной ионизации воздуха. То есть для создания отрицательно заряженных частиц. Люстра Чижевского может произвести около 30 тысяч отрицательно заряженных ионов на кубический сантиметр. Это в изолированном и небольшом помещении. Буквально только в больничной палате. А в боснийской пирамиде только на входе концентрация отрицательно заряженных частичек составляет почти одну тысячу на кубический сантиметр воздуха. В глубине пещер таких частиц на кубический сантиметр больше 50 тысяч. Как здесь достигается столь сильная ионизация воздуха? Этого пока точно выяснить не удалось. Возможно, это разность потенциалов. Она сохраняется и дает вот такие эффекты. Пучки заряженных частиц сходят из этих вот разломов. Они, вероятно, могут давать такой эффект. После этого открытия странных свойств воздуха в искусственных пещерах под пирамидами возникла одна из основных версий строительства этих пирамид. Дело в том, что в этой части Боснии ландшафт очень разнообразен. Есть и более высокие холмы, на обработку которых ушло бы не намного больше времени. Есть и открытые площадки, где разместить три и даже больше пирамид было бы проще. Но древние строители выбрали именно эту местность. Их по-разному называют. Места силы, места переходов. На таких местах, кстати, большей частью ставятся храмы, в том числе. Потому что считается, что в таких местах нужно обезопасить людей с одной стороны. С другой, нужно совершить все сакральные обряды. Эти места известны по всему миру, по всей планете. Как считают исследователи, наши предки отлично знали о том, что именно в этом месте проходит геологический разлом, способный производить мощнейшую ионизацию. На несколько десятков километров вокруг, как показывают современные исследования, разломов геологических плит нет. Получается, место для установки пирамиды было выбрано вовсе не случайно. Древнейшие обитатели этой местности строили настоящую лечебницу. Причем с передовыми методами лечения. Ведь современная медицина лишь в 20 веке начала применять отрицательно заряженные частички кислорода для лечения астм, болезней сердца и сосудов, и даже кожи. Получается, то, что поначалу ученые приняли за систему водопровода и подземных переходов, это древнейший санаторий? Подобные места есть, например, в Китае, на реке Жошуй. Там концентрация отрицательно заряженных частичек намного меньше. Но с древних времен китайцы знали, что эта местность исцеляет любые болезни и пользовались этим. Видимо, такой же природный санаторий есть и на территории Боснии. И в древности люди знали об этом. Чем дальше археологи и историки продвигаются в познании древнейшей истории, тем больше появляется доказательств тому, что наши предки были не дикарями. А то, что мы сейчас называем новейшими технологиями, уже было придумано задолго до нас. И наше новое, всего-навсего утраченное старое. Многие исследователи уверены, человечество много раз эволюционировало и снова скатывалось на первую ступень развития. И все начиналось заново. И причиной таких откатов к первобытному состоянию были глобальные катастрофы. Все сооружения, которые, вот мы говорим, сакральные, высококачественные, технологические сооружения были построены на Земле. То есть пирамиды, зеккураты, какие-то там, например, разваленные где-нибудь в Перу, в которой остались, Бальбек. Вот все это, по оценкам, было построено именно тогда, в те далекие времена, еще до 12 тысяч лет назад. И вдруг что-то произошло, что вот... Теревизация деградировала. Случаи, когда падение метеоритов и астероидов приводили к изменениям планетарного масштаба, достаточно. Астрономы, наблюдающие за звездным небом, утверждают, вся Вселенная расчерчена смертельными трассами блуждающих космических странников. И каждая из них, не вписавшись в поворот рано или поздно, обязательно врежется в какую-нибудь планету. Она содрогнется от удара и либо погибнет, либо на всю свою долгую космическую жизнь получит уродливый шрам. Посмотрите на этот гигантский камень. Это метеорит Гоба. Он был обнаружен в Намибии в 1920 году возле Грондфонтейна. Гоба – крупнейший из когда-либо найденных метеоритов. Он упал примерно 80 тысяч лет назад. Этот железный метеорит весит около 66 тонн. Он был найден совершенно случайно фермером, осваивавшим новое поле. Спустя 80 тысяч лет осталась лишь неглубокая воронка на месте падения. Она не больше 7 метров в глубину. Ученые объясняют это тем, что у Гобы сравнительно гладкая и плоская поверхность. Это позволило ему сильно замедлиться в атмосфере. Метеорит Гоба – это, по сути, огромный кусок железа. Трудно установить, какой формы он был, пока путешествовал по космосу. Скорее всего, он обтесался при ударе еще с каким-то телом. Скорее всего, был расколот надвое или на большее количество кусков. В атмосферу Земли этот обломок вошел под таким углом, что испытывал сильное сопротивление при движении к поверхности. То есть он падал плашмя. Но те космические камни, которые падали в других местах планеты, приземлялись не так мягко. На Земле найдено свыше 100 воронок диаметром 2-3 километра. И они появились гораздо позже того времени, когда естественным образом формировался ландшафт планеты. То есть в те времена, когда климат уже не изменялся сильно, а планету населяли разнообразные живые существа. В том числе и люди. Но если посчитать приблизительно мощность всех взрывов, которые могли привести к таким повреждениям планеты, получится, что на Земле должно было взорваться не меньше 5000 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Начиная с 34 миллиона лет назад, на рубеже и олигоценовой эпохи произошла великая катастрофа, которая давно известна геологам. Там считаются столкновением Земли астероидов. Даже, в частности, Попегайский кратер в результате нее образовался. Потом серия катастроф уже произошла и в более поздний период. В результате таких катастроф, я думаю, существенным образом менялось положение оси вращения Земли. В результате этого менялся климат. Очень часто форма воронок, оставленных метеоритами, ничем не отличается от воронок после взрыва бомб. При этом на многих местах падения были найдены пласты оплавленной почвы. А это значит, что все живое просто выжигалось этими небесными камнями. И в случае, если бы однажды случился мощный метеоритный дождь с крупными обломками, это не просто привело бы к гибели части населения планеты. Последствия, как считают исследователи, были бы гораздо серьезнее. Земля покрывалась, скажем так, слоем трупов и оставались там единицы. Вымирание динозавров и вымирание мамонтов происходило одновременно. Просто они жили в разных условиях, то есть на разных территориях. Там были территории, скажем, с жарким климатом, где доминировали те же самые динозавры. Были территории с умеренным климатом, где доминировали млекопитающие мамонты, чертистые носороги и так далее. Они практически мало чем связаны были. Единственное, что человек жил и там, и там. Землетрясения, спровоцированные метеоритной бомбардировкой, привели к пробуждению множество вулканов. Пока кипящая лава выжигала все на земле, пепел сгоревших растений наполнил бы воздух так сильно, что солнечные лучи начали бы все меньше проникать к поверхности. И именно это постепенно привело бы к повсеместному понижению температуры на земле, то есть к ледниковому периоду. Соответственно, население резко сократилось, также оно, скажем, потеряло в своей культуре. исчезли города древние, вот. Ну и появились вот эти вот охотники, скажем так, за мамонтами. Между 15 и 10 тысячелетием до нашей эры окончилось последнее оледенение планеты. То есть мощнейшая метеоритная бомбардировка, способная спровоцировать ледниковый период, должна быть примерно 20 тысяч лет назад. Есть и другая версия, объясняющая гибель цивилизации на Земле. Об этом мало кто знает, но геологи уверены. На нашей планете случился не один лишь потоп, описанный в Библии. Таких глобальных наводнений было почти с десяток. И каждая из них была столь же разрушительна, как описано в библейской легенде. Сторонники этой теории уверены, в потере человечеством древнейших знаний виноваты вовсе не метеориты. Цивилизация убивала именно вода. Это был не первый потоп, я думаю, не последний. Такие потопы очень часто, периодически случались на протяжении, по крайней мере, последнего миллиарда лет. Всем известна библейская легенда о всемирном потопе, о праведном Ное, который спасся от стихийного бедствия на Ковчеге, о плавучем зоопарке и о голубе, возвестившем конец потопа. Принято считать эту легенду мифом. Однако недавно ученые доказали, что всемирный потоп действительно был аной реальный исторический персонаж. Но главное даже не это, а то, что по оценкам ученых, сегодня человечество оказалось на пороге нового всемирного потопа. И нам с вами, возможно, придется испытать на себе все прелести этого библейского природного явления. Январь прошлого года стал одним из самых трагичных за всю историю островного государства Филиппины. Тропический ураган Ваши вызвал небывалое наводнение. Вода пребывала со страшной скоростью, разрушая все на своем пути. Здания, дороги, мосты, смывая с лица земли целые деревни и города. В считанные часы погибли 650 человек, а 800 оказались в списке без вести пропавших. В феврале прошлого года наводнение обрушилось и на Перу. Несколько месяцев здесь не переставая шли аномальные ливни. В результате из 79 штатов 21 оказался практически под водой. Через несколько дней наводнение перекинулось и на соседний Эквадор. В пяти прибрежных провинциях было введено чрезвычайное положение. А вот еще одно наводнение, правда, уже на другом конце света. Это Австралия. Год назад на территории страны бушует настоящий потоп. Сильнейшие дожди заливают штаты Новый Южный Эльц, Квинсленд и Виктория. Из зоны бедствия эвакуированы более 13 тысяч человек. Это крупнейшее наводнение в Австралии за последние сто лет. Трудно представить, но всего лишь за три первых месяца 2012 года во всем мире от наводнений пострадали более 20 стран. Но самое главное, в списке пострадавших оказались не только государства, которые традиционно сталкиваются с водной стихией, но и страны, где наводнения случаются крайне редко. Боливия, Чили, Алжир, Болгария, Испания, Колумбия и Бразилия. По мнению климатолога, разгул водной стихии означает только одно. На планете началось стремительное повышение уровня мирового океана. Но самое страшное, участившиеся наводнения могут привести к непредсказуемым последствиям. И тогда на Земле начнется новый всемирный потоп. Самое известное упоминание о том, что на Земле уже был всемирный потоп, встречается в Библии. Там сказано о страшной катастрофе, наводнении, которое привело к гибели всего человечества. Единственными людьми, которые спаслись, был Ной и его семья. В течение долгого времени этот библейский сюжет ученые считали вымыслом, красивой легендой. Однако в начале 20 века археологи выявили... Океаны и озера, которые тоже живут своей жизнью и могут и прорваться, если какие-то изменения произойдут на планете. Перед вами один из крупнейших в Антарктике айсбергов. ВМ-14. Несколько недель с помощью специальной аппаратуры ученые фиксировали, как быстро продвигается процесс его таяния. Оказалось, за 41 день его площадь сократилась на 3235 километров. В это невозможно поверить, ведь это растаяла ледяная глыба весом почти в 500 миллиардов тонн. Аналогичные процессы происходят и в Арктике. Согласно научным данным, за последние 100 лет уровень мирового океана повысился на 10-20 сантиметров. Вода пребывает с невиданной скоростью. Такого не наблюдалось за последние 3000 лет. Уже до конца текущего века большая часть Исландии, практически вся Шотландия и многие северные острова окажутся под водой. Наводнения грозят также Дании и Нидерландам, а Великобритания практически полностью уйдет под воду. Тайние южных ледников угрожает практически всем островным государствам в Тихом и Индийском океанах. С лица земли может исчезнуть большая часть стран Южной Америки, Индонезии и Юго-Восточной Азии. И от метров, ну что вы, это фильм послезавтра. Это, значит, затопит такие города, как Лондон, Ленинград, Петербург, там и масса других городов, Нью-Йорк и прочего. Это катастрофа глобального масштаба. Но что будет с населением затопленных стран? Еще в самом начале 20-го века китайские метеорологи спрогнозировали, что если в течение ближайших 100 лет уровень воды в Мировом океане повысится хотя бы на 1 метр, это будет иметь катастрофические последствия для всего человечества. Но прежде всего для самого Китая. Ведь половина населения страны живет вдоль морского побережья. Здесь же сосредоточено 60% промышленного производства. Если к 2050 году уровень Мирового океана вырастет хотя бы на полметра, то 200 миллионам человек придется покинуть свои дома и места обитания. Беженцы устремятся на территории соседних стран. Именно в такие моменты человечеству и могут понадобиться уникальные сверхспособности. Тот самый третий глаз, помогающий предчувствовать катастрофы. Поэтому, уверены многие физиологи, его надо начинать развивать уже сейчас. Удивительно, но во многих восточных верованиях третий глаз чуть ли не обязательная принадлежность богов. Считается, что он позволял им созерцать всю предысторию Вселенной. А еще видеть будущее и беспрепятственно заглядывать в любые уголки мироздания. Исследователи уверены, и среди современных людей немало таких, которые обладают третьим глазом. Тибетские йоги, например, могут видеть предметы за толстой стеной, пересказывают содержание письма в запечатанном конверте, или точно указывают скрытые сокровища под землей. Помогает им в этом внутренний духовный глаз. Уже внутри мозга формируется в соответствующей области особые такие энергетические или энергоинформационные потоки, которые упираются в поверхность мозга. Это я вижу, это я могу показать. Но я также могу предположить, что эти потоки распространяются и за пределами мозга. И таким образом я делаю предположение, что сознание может работать и за пределами мозга. И проявление парапсихологических возможностей человека все это подтверждает. На старинных рисунках третий глаз часто вписывается в геометрическую фигуру, треугольник или шестиконечную звезду. Все эти символические изображения говорят о том, что третьим глазом можно было видеть образы и формы самых разных сфер энергии, обычно недоступных человеку. В Древней Индии третий глаз называли глазом Шивы, отвечавшим за интуицию. Для тех, кто им обладал, не существовало никаких препятствий. Им были доступны измерения времени и пространства. В информационном поле Земли третий глаз был способен видеть прошлое, настоящее и будущее. Этот загадочный орган зрения в большей или меньшей степени проявлял себя в каждом человеке в виде интуиции, предвидения, предчувствия. Однако, по мере эволюции человечества, уникальный орган сначала деградировал, но не исчез. Непосредственно связь с природой требовала у человека особой ответственности за сохранность своей жизни и за добычу всех необходимых атрибутов жизни для того, чтобы для этого необходимы были и специальные возможности и специальные способности. Но я бы сказала, возможно, что они были лучше развиты у людей, чем сейчас. Интерес к шишковидной железе проявляли многие великие. Леонардо да Винчи изобразил на автономическом рисунке камеру здравого смысла. Это особая сферическая зона, связанная с третьим глазом, которая одновременно является обиталищем души. Той же мыслью придерживался и Декарт. Он утверждал, душа имеет свое местонахождение в маленькой железе, расположенной в центре мозга. Правда, и Леонардо, и Декарт были не первыми, кто составлял эпифисы душу. Большинство древнеиндийских и древнегреческих ученых считали шишковидную железу органом ясновидения и психического равновесия, центром души. Сохранились ли уникальные способности третьего глаза у современного человека? Впервые на этот вопрос с научной точки зрения попытались ответить исследователи из США. В 1959 году они выступили с отчетом о результатах своей работы на 21-м международном конгрессе физиологов в Аргентине. Ученые изучали электрофизическую реакцию эпифиза на световые и электрические раздражения. Вердикт эксперимента таков. Эпифиз является одним из органов телепатической связи у человека. На самом деле даже механизмов телепатии можно предположить некоторое количество. Например, это может быть связь через магнитные поля Земли и американские исследователи это показали. Это может быть образование виртуальных глаз, виртуального слуха, вообще виртуального восприятия, а это уже специальные органы, формируемые сознанием человека, которые могут быть помещены на любом расстоянии. Это уже будет совершенно другой механизм. Это может быть освобождение сознания от тела и путешествие нашего сознания. Опять же, наше сознание может помещаться где угодно. Удивительно, но ученые, исследовавшие шишковидную железу, то есть недоразвитый третий глаз человека, пришли к поразительному заключению, что он у всех разный. У алкоголиков, например, эпифиз очень сильно истощен. У непьющих этот орган заполнен веществом, напоминающим песок. У тех, кто посвятил свою жизнь духовным занятиям, содержит прозрачную жидкость. Исследования показали, у медиумов эпифиз больше, чем у большинства людей. Поэтому те, кто обладает экстрасенсорными способностями, действительно обладают даром предвидения. Энергоинформационное пространство. От термина поля мы отошли давно. Его первым обнаружил и описал Эйнштейн, потом Вернадский, потом Наталья Бехтерева. И сегодня это признанный факт. Мы все частицы, вовлеченные в этот процесс. И это энергоинформационное пространство, оно включает в себя и живых, и неживых. И всю природу в целом. Можно ли к нему подключиться? Конечно. Есть люди, которые, обладая сверхчувствительностью, экстрасенсы, сверхчувствительные, могут в это поле подключаться, проникать и черпать оттуда информацию. Философы считают, что космос влияет на прошлое, настоящее и будущее человечества. Многие мыслители полагают, что основа этого неразрывного единства человек. Говоря языком современной муки, в нас закодирована вся информация о Вселенной. И каждый из нас это своего рода голограмма. Вот все эти процессы, которые неосознаваемые, они нам и неизвестны. Но в каких-то экстренных ситуациях, в ситуациях опасности, из нашего подсознания до сознания могут доходить некоторая информация. И у людей, у которых связь сознания с подсознанием более четко выражена, они в большей степени могут рассчитывать на эти подсказки. Американский психолог Сталнтон для доказательства существования у людей дара предчувствия изучил огромное количество авиакатастроф и железнодорожных аварий. В результате обнаружилась удивительная закономерность. На обреченных рейсах транспорт был заполнен только на 60%, а не на 75%, как обычно. Кто-то опаздывал, кто-то заболевал, некоторые сдавали билеты и улетали другими рейсами. В 21 веке интеллект человека растет и становится ясно. В катастрофическом мире существуют свои законы. Познав их, люди приобретают шанс на выживание. Недавно американские ученые сделали сенсационное открытие. Оказывается, наша зрительная система устроена так, что позволяет нам предвидеть ближайшее будущее. Человек, работающий преимущественно с зрительными информационными сигналами и задействующий зрительную систему, он имеет гораздо больше возможностей по сравнению с теми, кто работает на другом уровне. Очень часто такие люди называют себя ясно-знающими. То есть, они и сами не могут понять, почему, но они точно знают, что они должны дальше сделать, если они решают какую-то задачку. По словам ученых, мозгу требуется примерно одна десятая секунды, чтобы воспринять то, что видят глаза. Чтобы компенсировать этот временной разрыв, у зрения развилась способность предугадать, что случится через десятую долю мгновения. Получается, что дар предвидения существует не только у экстрасенсов. будущее видит каждый из нас, причем постоянно. Когда мы говорим о каком-то шестом чувстве, наверное, есть все-таки какие-то у каждого человека, ну, не у каждого человека, неправильно, есть люди со сверхспособностями. Консерваторию каждый год кончает сто человек. Кто-то играет в ресторанах, кто-то на эстраде, а кто-то становится Ростроповичем. Вот так и здесь есть вкрапления сверхспособных людей, сверхчувствительных. Но кто-то говорит, ой, мама, ты ключи потеряла, да они у тебя в кармане того пальто. А кто-то может, сидя вот в этой комнате, сказать, так, в Арабских Эмиратах пропал русский турист. Тело вот там, там и там. Согласно новой теории, в процессе эволюции усовершенствовалась визуальная система человека. Зрение посылает в наш мозг изображение, которое должно появиться через одну десятую секунды. Таким образом, человек получает возможность взаимодействовать с окружающим миром в режиме онлайн. Информационное поле Земли объединяет сознание всех людей и может одновременно обладать информацией о прошлом, настоящем и будущем. Потенциально любой абонент такой сети способен на уровне подсознания запросить сведения о грядущем и получить ответ. В обычном состоянии большинству из нас такая информация недоступна. Люди не слышат подсказку своего внутреннего голоса. Но число подсказок растет с приближением экстремальной ситуации. В современном мире мысли о катастрофе принимают иную окраску. На планете возник новый мощный фактор земной жизни техносфера. В древности существовало два пути восточный и западный. Первый рекомендовал мобилизовать внутренние ресурсы человеческого духа слушать вселенную и раствориться в ней. Но человек выбрал другое решение опереться не на себя а на рычаг и с помощью техники покорить природу став ее полновластным хозяином. Для того чтобы выжить люди вынуждены были изобретать орудия труда которые облегчали им существование палку камень лук кирку и так далее. Вынуждены орудия труда вот эти фактически протезы человеческих возможностей стали появляться и дошли до нашего времени супер уже совершенно так сказать развитые фактически уничтожая ту гармоничную составляющую которая была в человеке гармония с природой мы ее уже в своей массе не чувствуем совершенно потому что мы делаем все против этой естественной природы а это чревато тем что в один прекрасный момент мы сделаем совсем что-то не так по отношению к нашей земле матушке и она нас просто отрыгнет уничтожить человечество для такого организма как планета не составляет никакого труда в 20 веке рядом с естественной создавалась вторая природа технологическая в результате человечества оказалась между молотом и наковальней катастрофа не в природе а в человеке научная картина мира сейчас заказанной профинансирован и поддерживается существованием всего одной модели пребывания человечества на земле по сути это экономическая модель основной параметр который в ней отслеживается прибыль где найти медь нефть или лечебную травку знание и понимание природы понимание того что космос сознателен а земля живой организм этой картины мира не поддерживается в москве по расчетам весь объем воздуха 19 с половиной раз за сутки пропускается через двигатели внутреннего сгора электромагнитный технический фон в москве и подобных крупных городах в 40 60 тысяч раз превосходит природный фон мы живем в электромагнитном мешке система пирамид и других мегалитических сооружений вместе с ними это глобальная система это безопасность планеты о которой древние архитекторы этих сооружений заботились в отличие от нынешних современных лидеров многих государств для которых на первом месте стоит сохранение своей территории своего государства ущерб любым другим и люди достигшие уже сейчас способности повредить всей земли ну например термоядерной войной геофизическим оружием и так далее они отличаются в корне от строителей этих пирамид потому что те заботились о благости всей планеты потому что нет отдельной территории которая могла бы уцелеть при общепланетарной катастрофе погибнем все падающие самолеты разливы нефтяных арен радиоактивное загрязнение и многое другое теперь неотъемлемый элемент нашего существования фон жизни современных землян нависшая над миром угроза планетарных экологических ресурсных и ядерных катастроф возможное изменение климата вынуждает искать новые ответы на вызовы природы остается добавить что по мнению ученых 99% грядущих катастроф известны заранее нам нужно только научиться читать этот вселенский сценарий и еще одно на земле постоянно случаются какие-то природные катастрофы а мы люди все еще бродим по этой планете это значит что кто-то мудрый и сильный бережет нашу жизнь как зеницу ока правда это вовсе не значит что можно расслабляться и творить на планете все что нам вздумается это была территория заблуждений я желаю вам космического счастья вселенской удачи и вечной любви следите за новостями нашей программы в сети фейсбук до встречи уже в ближайшую субботу в 10.30 и в следующий вторник в 20.30 с вами был Игорь Прокопенко не переключайтесь потому что сейчас вас ждет пища богов будет вкусно субтитры субтитры субтитры